Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Alone and Winstorm. Я уже больше недели не заходил в игру. Сейчас будем вспоминать, что и как. Значит, нам нужно будет сходить сегодня в шахтерский городок, поискать там разные компоненты для динамита, но я предполагаю, честно говоря, что у меня уже эти компоненты имеются в наличии. Так, это нам получается, по идее, куда-то вот туда. Нужно будет топать на восток, как я понимаю. Судя по всему, да. Куда-то в ту часть карты, там же должен быть и самолет рядом. В общем, будем смотреть. Да, мне, кстати, вот писали, что если выйти и побежать вот от этих срубленных пеньков куда-то туда вперед, то как раз к этому шахтерскому городку в теории мы и должны выйти. Так что отправимся туда. Посмотрим, какие там можно будет найти компоненты. Ну а потом на лесопилку, где вроде как есть какие-то то ли инструменты, то ли, в общем, что-то, на чем можно будет скрафтить динамит. Также там можно будет скрафтить и некоторые другие вещи, в частности, фонарик вроде бы. Кроме того, возможно, можно будет скрафтить и рюкзак, правда, для этого нужна будет шкура оленя. Вот я оленя встречал как-то раз недалеко от шахты. Ну вот, хотелось бы, конечно, его встретить еще раз. Так, что это такое? А, понятно, просто пенек. Ладно, не отвлекаемся. Бежим куда-то туда, потому что здесь вот так вот, посмотришь, что-то лежит, побежал и все, уже сбился. Поэтому я надеюсь... Ну, палки лежат, ладно, мне пока хватает. Надеюсь, мы сейчас выбежим куда-нибудь. Писали также, кстати говоря, что вроде как готовый динамит лежит где-то в районе портовых кранов, там, где эти корабли. Там, на одном из этих кораблей, в каком-то разрушенном ящике, можно найти будет динамит. Так что, не знаю, может, мы туда еще и вернемся. А может и нет. Посмотрим. Пока что бежим просто... Опа, неужели я так сразу вышел? Куда надо? Да, ну, не может быть. Так, ну, судя по всему, это оно, потому что... Да, шахтерский городок, с ума сойти. Сразу же просто. Это что-то невероятное, честно говоря. Ладно. Так, а тут никто не водится, а то мало ли. Как-то тихо вообще. Никого и ничего. Ладно, давайте смотреть, что здесь. Тушеную фасоль будем собирать. Вот фонарик нам... Вот растеревая шашка для динамита. Фонарик нам просто вообще как нужен. Писали, что используй факел, но для факела нужен самогон, либо специальная жидкость для факела. Топливо. Для зажигалки. Где топливо взять, я вообще не знаю. А самогон, в принципе, мы можем сделать в доме лесника. Там есть... Давайте тут сохранимся. И погреемся. Там есть самогонный аппарат. Но для этого нужны несъедобные грибы. Вот я их раньше как-то не собирал. Сейчас у меня только один такой несъедобный гриб имеется. Так-с. Значит... Разводим. Отлично сохранились. И сейчас тут погреемся. И потом пойдем все это дело обследовать. Или, в принципе, можно даже тут попить будет. Почему нет? И вот, может, даже съедим ту тушеную фасоль. Либо у меня мясо есть. Кстати, тушеная фасоль и вот эти вот продукты, по-моему, не портятся. Они в банках. Но, кстати говоря, кто-то писал, вроде бы, что если их оставлять в доме... Я там вот в доме оставил вроде пару банок. Их могут погрызть грызуны. Не знаю, правда это или нет. Но пока пускай там тебе две банки полежат, потому что с собой все таскать не хочется. Надеюсь, с ними все будет нормально. Давайте съедим мясо, потому что оно хоть и готовое, но все-таки постепенно портится. Ну и вообще, если будем находить... Ну как находить? Охотиться на лисицы волков, то их мясо сразу, как я понял, лучше готовить, потому что будет... Оно портится гораздо медленнее. Так, тут вообще говорили, что можно просто затушить костер. Вроде как не обязательно его уничтожать. Ну вот, не знаю. У меня пока не получается это сделать. Вроде же на Г или на П тушить спичку, я уже не помню. Ладно, пока давайте, наверное, его все-таки уберем. Потом, если что, поставим опять. Так, ну и, конечно, писали еще про уголь. Я вот в прошлой или какой-то серии подкинул уголь в буржуйку у нас в доме. А этого делать не стоил, потому что уголь здесь, как оказалось, нужен будет для фильтров. Так что... Уголь здесь нужно беречь. Но мы, по идее, его потом найдем в шахте. Правда, думаю, что там его может быть не так и много. Так что, если где-то найдем здесь, то было бы это здорово. Так, швейцарский нож. Хорошо. Все-таки ящики буду разбивать. Я, кстати говоря, там за кадром... Переносное радио. За кадром починил... Ну, как починил? Заточил до 100% нож и топор. Нужно будет следить. О, батарейки. За их состоянием. Так, вроде как здесь все. Ладно, идем дальше. Идем дальше. И, кстати, по-моему, когда состояние у ножа получше, да, он поострее, и быстрее мы ящики разбиваем. Как мне кажется. Так. Посмотрим, что здесь. Что здесь? А здесь... А здесь особо-то и ничего. Немного снега и все. Ладно. Так, тогда идем дальше. Вот осталось нам... Так, главное тут не запутаться. Этот покосившийся дом мы осмотрели. Кстати, вот тут всякие лежат тоже такие... Не знаю, как их правильно назвать. Строительные принадлежности. Мало ли, может сюда что-нибудь заныкали. Вроде как нет. Ладно, сейчас пока осматриваем. Туалет надо будет посетить. О, старая фара. Так, старая фара... Это хорошо. Она, возможно, нам пригодится для фонарика. Отлично. Больше ничего. Больше ничего. Так, ну что, пойдем тогда в это здание. Посмотрим, что тут. Так, но оно очень похоже на то, в котором мы уже были. Но, поскольку ящики тут не разбиты, соответственно... Здесь, возможно, мы что-то еще найдем. Пока только древесина выпадает. В шкафах ничего. Древесина. Ну ладно. Ничего. Но иногда что-то все-таки попадает из этих ящиков. Выпадает. Так, вроде как больше ничего тут нет. Ладно. Остался еще один дом. Вроде как. Давай, вылазь. Так, хорошо. Выходим. Значит, мы были там. Нам осталось еще сходить вот сюда. Так, тут, может быть, можно бензин слить? Ну-ка. Нет? Похоже, что нет. Ну ладно. Внутри тоже ничего. И здесь тоже, наверное, ничего. Так, ладно. Ну давайте в это здание зайдем. Так, а тут как-то совсем пусто. Кровати уже совсем под снегом. Ну-ка, здесь мы пролезем. Похоже, что нет. Да, и делать там тоже нечего. Так, а вот я, кстати, чердаки не проверяю. Может, тут можно еще на чердак как-то залезть, подняться? Или тут он завален снегом конкретно. Не знаю. Давайте попробуем. Если тут можно, конечно, будет запрыгнуть. Ну, непонятно, есть там что или нет. Но, по-моему, проход... Проходы туда нет. Хотя нет, с той стороны, если попробовать, то может и получится. Но мне кажется, что... Какая-то это странная затея тут. Пытаться туда залезть. Но вот здесь пролезть все-таки можно. Если, конечно, мы найдем способ, как подняться. Не знаю. Ладно, пока что разведу костер. Такс, ну, вроде как немного погрелся. Но похоже, что тут не залезешь. Ага, в текстуры можно попасть, да? Но наверх... Что-то у меня не получается. Ну да, тут, короче, снег мешает. Или даже тут невидимая стенка, непонятно. Ну-ка, как-то... Ну, похоже... Не, без шансов. Ладно. Ну, тогда, наверное, все. Тогда, наверное, все. Или вот тут мы еще не были. И в туалет зайти потом надо будет. Так, тут, может быть, что-то есть. Ну-ка. Так-так-так, так-так-так-так. Что, вообще ничего? Или я тут был уже? Непонятно. Ладно. Так, а что там в туалете? Тоже ничего. Ну, тогда получается все. Тогда можем отсюда уходить. Да. Так, только теперь главное... Правильное выбрать направление, куда мы будем уходить. Так, здесь же я тоже был уже. По-моему. Да. Только наверх я не смотрел. Может, там что-то лежит. Вроде нет. Так. Значит, север у нас получается там. Давайте посмотрим. Ну, нам нужно будет налево. Да. Ну, все. Тогда пошел. Надеюсь, что я до дома доберусь. Хочется в это верить. Так, отлично. Вышел я к дому. Спасибо всем, кто писал про то, что дом находится на холме. Так, гораздо легче ориентироваться. Всегда бежишь сразу на этот холм. Так. Кстати говоря, еще вот писали, что сюда можно зайти. Но, как бы... Стоит ли, если здесь ничего нет. Может, с другой стороны чего-то будет. С другой стороны ящики. Ящики. Целая куча. Ну, давайте поломаем. Раз такое дело на древесину у нас будет. Мама, не горюй. Так, уже прохладно становится. Так что надо поторопливаться. Да, ну, по-моему, тут просто древесина. Ничего. Больше ничего не выпало. Ну, ладно. Так, вроде как даже может что-то тут заспавниваться еще на самих ящиках иногда. Опа. Или даже в них самих может что-то еще появляться. Или, может, я просто пропустил? Непонятно. Ладно, не буду задерживаться. Уже холодно. Надо идти греться. Значит, что мы сейчас делаем? Пойдем соберем, возьмем с собой всякие компоненты для крафта, которые у нас есть. И отправимся в сторону лесопилки. Там попробуем скрафтить как можно больше всего. По пути на лесопилку я бы еще попробовал наткнуться на оленя. Было бы неплохо. Так, значит, давайте подкинем дров. Подкинем дров и это дело разведем. Как сейчас должно. Не, что ж такое-то. Как пещерный человек. Ладно, короче, развожу. Греюсь. И буду сейчас собираться. Так, ну вот собираюсь. Значит, давайте еще, наверное, разберем тут некоторые вещи, которые у меня есть. Допустим, вот набор для стрижки какой-нибудь, тут итерацию. Автомобильный аккумулятор. Вроде как его тоже можно разбирать. Правда, не знаю, тут швейцарским ножом. Но вроде можно. Давайте попробуем. Разобрать, посмотрим, что это нам даст. Так, вот плохо, что не пишется, что мы получили. Приходится искать. Что мы получили, я даже не знаю. Я еще с собой гильзы взял на всякий случай. Может быть, они пригодятся. Так, свинцовые пластины получили. Извлеченные из автомобильного аккумулятора. Издавна используются предприимчивыми людьми в различных целях. Однако, почти всегда пластины необходимо переплавлять, чтобы добиться нужного результата. Да, писали, что в полярных зорях вроде как можно будет там плавить металлы. Вот тут же металлолом можно будет переплавить. Хорошо. Ну и вроде как все. Больше ничего мы из них не получили. Так, ну-ка. А если... Если разобрать, допустим, рацию. Эту сломанную. То из нее металлолом мы, наверное, получаем. Может металлолом, может катушку какую. Так, ну и набор для стрижки, допустим, тоже разберем. А, или он не разбирается. Так просто. Ладно. Так, значит, пластины я, наверное, оставлю здесь. Не думаю, что они нам пригодятся. Но если что, вернемся. А вот все остальное, пожалуй, возьму. Может, тут и многовато всего. Даже еще металлолом какой-нибудь. Хотя, зачем он там нам будет нужен? Ну, я не знаю, сколько он тут? 0,10. Ладно, пока не буду брать. Может, и лишнее. Так, ну, немного того сего взял. Все просто брать не хочу. Кстати, эти свежие кишки говорили, что высушить нужно просто выкладывать рядом с костром или бутшуйкой. Но у меня леска уже есть. Так что, я думаю, нам одной лески хватит. Ну, можно взять на всех случаев кишки. Если что, потом. Пускай будут. Потом высушим. Леску я вроде бы взял. Где-то она тут была. Да, вот она леска. Так, ну и вроде как все. Так, кстати говоря, тут у меня мясо, наверное, уже. Хотя нет, свежее еще до сих пор. Ну, давайте я, наверное, его сейчас сделаю, потому что оно испортится окончательно. Если мы его сейчас не приготовим. Так что, сейчас еще тут мясо сделаю и потом уже пойдем. Так, ну, вроде как то мясо я приготовил. Вот давайте шиповник наконец-таки сделаем, потому что просили. Наконец-таки его использовать. Не знаю, что здесь, чай. Главный герой сварит или что. Получится, сейчас посмотрим. Так, вот какая-то кружка. Чай с шиповником, горячий. Ага, может согреть. Отлично. Это, конечно, хорошо. Но я его выпью чуть позже. Сейчас же просто тогда сохраняемся. Надеюсь, там еще какое-то тепло в нем останется. Так, просто сохраняемся. Все. И отправляемся. Вроде как взял все, что нужно. Если нет, потом еще вернемся. Так, там уже по времени часа четыре. Да, уже полпятого. Или сколько там, по-моему, полпятого. Вечереет. Значит, определяемся, куда нам идти. Получается так, к тем домам мы ходили направо в шахтерский городок. Теперь идем налево. Куда-то вот туда. Ну что ж, тогда потопали. Тоже тут пеньки. Не знаю, служат они ориентиром или нет. Мы пойдем от этих пеньков в ту сторону. Такс. Такс, такс, такс. Ну, погнали. Надеюсь, куда-нибудь мы выйдем. А что касаемо оленя, то я его видел, кстати говоря, тоже в тех краях. Недалеко от ЖД-станции. Точнее, я тогда шел. Может, надо даже немного туда пробежать. Потому что я прошел немного вперед по дороге. Потому что ЖД-станция вроде в той стороне. Ну, надеюсь, он нам встретится. Очень хотелось бы его увидеть. И подстрелить. Потому что шкура оленя нам пригодится. Так, ну вот мы хотим уже есть, пить. Давайте выпьем. Сколько тут? 74 тепла. О, хорошо. Теплый чай из шиповника. Самое то. Так, ну и вот куда-то, куда-то спускаемся. Никаких животных пока что не видать. Да, может быть, стоило все-таки мне пробежаться по дороге немного вперед. Чтобы выйти к ЖД-станции. Потому что в прошлый раз я оленя видел именно там. Или вон она. Да, вот, похоже. Это самая ЖД-станция. Блин. Блин. Да ёптвою. Сейчас меня загрызут. Тут два. Целых два. Так, минус один. Давай, перезаряжайся. Ну. Ах ты ж. Промазал. Ладно, ничего. Так, спокойно. Не спешим. Все, готово. Да, два укуса, конечно. Такое себе, но что делать. Волки есть, а оленя нет. Олень это, конечно, редкий тут зверь. Вот я гильзы еще с собой взял. Плюс эти собираю. Не знаю, где точно можно будет патроны делать. Изготавливать. С помощью этих гильз. Посмотрим. Так, ладно, оленя пока не видно. Пойдем дальше. Ну, вот где-то в районе ЖД-станции. Я думаю, что он может бегать. По крайней мере, в прошлый раз он был здесь. Не знаю, у него какой-то определенный ареал обитания. Или он может вообще по всей гарте тут бегать. Непонятно. Ну, тогда я помню, что я вышел, получается, из тоннеля. И... Не знаю, пока еще не совсем стемнело. Давайте все-таки я, наверное, пробегу в ту сторону. Потому что, как я понимаю, ночевать мы, наверное, будем на лесопилке. Еще пока можно пробежать. То есть я вот вышел. И от этих вагонов... Кстати, ничего не заспавнилось? По-моему, нет. От этих вагонов побежал наверх. В сторону дома. И вот где-то там в прошлый раз был олень. Ну, сейчас я сбегаю. Вдруг он там тоже будет. Хотя шанс невелики. Но вдруг. Короче, сбегал я. Поднялся наверх. Вышел туда уже прямо к дороге. Но оленя так и не встретил. Вот нашел только еще два несъедобных гриба. Потом, может быть, сделаем самогон. Ну и все. Надо... Надо топать дальше. Уже совсем стемнело. Ну, может, не совсем, но скоро будет уже совсем. Поэтому быстрее нужно как-то найти эту лесопилку. Так как ночью бродить не хочется. По идее, она должна быть где-то в той стороне. Так, мы вышли на болото. Угу. Болото. Так, тени тут так движутся. Интересно. Но, честно говоря, болото для меня пока что ориентиром до сих пор не служит. Но только что вот если запомнить, что если болото, то... Если вышка в той стороне, то налево будет дом. Это хорошо. Но, что касаемо лесопилки, пока что непонятно. Может быть, вот там? Вон, да, по-моему, что-то видно. Потому что я увидел пеньки. А дальше, по-моему, и здание. Отлично. Все, значит, бежим прямиком туда. Так, сейчас нужно будет там развести... Не знаю, есть ли там буржуйка. Надеюсь, что будет. Я найду этому применение. Закрытая лесопилка. Замечательно. Так, так, так. Что у нас тут? Что у нас тут? Давайте, может, факел вообще зажжем. Потому что я чувствую, что... Ну или хотя бы сейчас разведем здесь костер. Сохранимся. А потом, наверное, я все-таки использую самогон для факела. Хоть у меня только одна бутылка. Но, может, там не всю мы потратим на факел. Потому что в темноте все-таки ходить такой себе. Я очень надеюсь, что мы здесь делаем себе фонарик. Вроде как тут можно будет это сделать. И у нас есть для этого и разбитая фара, и... Тут два вида их. Есть разбитая фара, есть какая-то еще. Вот есть вот такая старая фара. А есть разбитая. Я же ее взял. Мы же ее нашли. А где она? Эй, ну что... В смысле? Она же была. Подождите. Да не может быть. Есть старая фара, а есть разбитая. Мы находили. Только не говорите мне ее, что я случайно ее выложил у нас в доме. Потому что это будет, конечно... Мда. Ну ладно, посмотрим. Так, вроде согрелись. Немного. Ну что? Ой, там метель началась. Вообще плохо дело. Давайте попробуем создать. Посмотрим. Что здесь получится. Так. Значит, вот он факел. Состояние пока что 100. Как его зажечь? Просто спичку использовать. Или как? Эээ... Где? Тихо-тихо-тихо. Там кто-то, по-моему... Так, ну это я спичку зажег. Ладно, хотя бы давайте пока так. Вот тебе клея. Но факел по-другому как-то зажигается явно. Да, что-то тут будем сейчас искать в этих потемках. Так, ладно. Еще раз факел доставай. Нет, топор. Вот факел. А, все, я понял. Короче... На правую кнопку мыши. Зажечь и на левую потушить. Так, может можно также костер потушить на левую? Нет. Нет, костер не тушится. Ладно. Так. Значит что? Берем факел. Зажигаем. Ну? А, или на левую и зажечь и потушить. Так. Вот это я понимаю. Вот теперь можно походить, посмотреть, что здесь есть. Целая куча ящиков. Целая куча ящиков. Но честно говоря, может уже поспим тогда? О, вот похоже и буржуйка. О, вот сюда нам как раз и надо. Все, отлично. Значит, давайте тогда сюда сейчас подкинем дров. Хорошенько. И это дело сейчас разведем. Давай же. Отлично. Так, с этой стороны у нас, как я понимаю, как раз таки вот он станок. Летиски тут. Так, и что здесь можно значит сделать? Динамит. Тортиловая шашка, моток медной проволоки, банка канифоль, металлолом. У нас в принципе все это есть. Можно уже создать. Но пока давайте посмотрим, что еще. Самодельная мина, банка с порохом нужна. Ручка инструмента. А какого ручка инструмента? Можно сделать самодельный топор. Мы не сделаем, но в принципе у нас и так есть молоток. А, ручка инструмента это для молотка. Или топора. Ага. Самодельный нож. Фонарик. Вот, для фонарика нужен разбитый фонарь. Я же находил. Я не понимаю, как я умудрился просрать его. Я же находил вот в автобусе. На лесопилке мы же нашли. Как я умудрился просрать его. Но не может быть, чтобы я его потерял. Может я случайно его выложил в ящик. В шкафчик у нас там в доме. Когда перекладывал вещи и случайно не туда тыкнул. Рыболовный крючок можно сделать. Рыболовная леска. Зимняя удочка. О, вот удочку можем сделать. Давайте тогда рыболовный крючок сначала сделаем. Такс. Рыболовный крючок. Потом рыболовную. Зимнюю удочку. Создаем. Потом динамит. Я думаю можно будет создать. У нас все для этого есть. Да, отлично. Здание обновлено. Хорошо. Вот она удочка. Потом можно будет попробовать ее в деле. Так. Ручка инструмента. Пускай будет. Хотя не знаю с ней таскаться тоже. Может и не стоило. 0,30 килограмм. Да, может я и зря ее создал. Потому что я ее явно забуду. Выложу где-нибудь. Ну ладно. В принципе. Небольшая потеря. Даже если мы ее где-нибудь оставим. Так. Спальный мешок у меня есть. Вот рюкзак. Для рюкзака нужна шкура оленя. Или рыболовная леска. Ну. Я думаю что. Кстати можно прямо вот сюда вот выкинуть. Так. Сейчас подкинем еще дров. Выкинуть прямо сюда кишки можно. Да можно вообще все выкинуть. Или они провалятся вниз. Как-то надо поближе положить их. Так. Ну вот пускай лежат. А мы тем временем наверное здесь сейчас спальник я думаю разложим. Он не провалится? Вроде нет. И поспим часов до пяти. Вот это будет хорошо. И нужно мне будет сейчас... Так. Давай давайте его заберем. Все отлично. Так. Свежие кишки. Ага. Ну а что насчет лески? Непонятно что насчет лески. Может вниз что-то упало? Или потом еще попробуем как-нибудь. Так. Тут кстати говоря еще ящики всякие стоят. Ну-ка сейчас их разобьем. Значит. Надо найти еду. Да. Сейчас поедим. Значит что теперь? Сейчас обследуем лесопилку. Потом я пойду домой по пути. Буду пробовать найти оленя. И дома я надеюсь будет эта старая фара. Я не знаю как я умудрился ее потерять. Или выложить случайно. Это просто какой-то нонсенс. Так. Тут сейчас еще тоже всякие ящики разбиваем. Но все похоже падает вниз. Такс. Хорошо. Может быть сделаем чай? Давайте. Сейчас я тут подкину еще немного дров. И разведем. Сохранимся. Сделаем чай. Такс. Хорошо. Кстати говоря у меня уже вот эти банки. Тут состояние 10. Тут состояние 0. Но я вот не знаю. Нам нужно найти будет получается новые. Или как-то можно эти еще использовать. Потому что вроде как было у меня тоже в прошлой серии состояние 0. Но потом эту банку все-таки несколько раз я еще умудрился использовать. Просто может сейчас на чай не тратится? Не знаю. Ну ладно. Давайте в шиповник. Просто банок больше я пока не находил. Может их можно будет сделать как-то? Так. Сколько там уже состояние? А ну все по нолям. И что делать? Непонятно. Ну ладно. Выпиваем. Так. Выпили. И все равно. Значки остались. Да? Прям мы совсем конкретно хотим. Есть. Ну давайте. Еще поедим. Все равно значок остался. Потому что они забаговались. Не знаю. Есть и пить хотим. Странно. Ну ладно. Так. Пойдем короче посмотрим что здесь выпало. Так. Древесины целая куча выпала. А с этой стороны с этих ящиков металлолом. Изолента. Ладно. Неплохо. Неплохо. Свежие кишки провалились. А леска так и не получилась у нас. Ну ладно. Может потом еще. Получится банка канифоли. Так. Может быть здесь можно будет фару найти. Где нибудь. Если найдем было бы здорово. Потому что как то вообще тупо получилось. Фару нашел. И просрал. Да. Так. Что то я взял там. Что я взял. Компас там было написано. Еще один что. Посмотрел. Акватапс. Там было написано. Я взял. Акватапс. А вот он. Да. Для очистки воды. Ладно. Тоже пригодится. Короче ломаем все. Кстати. Что там по состоянию топора. Надо следить же. Топор. О. 50%. Уже можно. Уже можно. Его точить. Нож. 97. А. Ну я там разделывал волка. Как то. Поэтому немного потратился. Так. И. 70. Ну ладно. Потом без записи. Заточу. Вот лежит молоток. Почему его забрать нельзя? Странно. Только можно свой. Сделать. Ну ладно. Так. Тут в этой повозке что-нибудь есть неинтересное? Нет. Ничего. В этой части. Похоже тоже. Ничего. Эх. Ну дайте же мне. Разбитую фару. Как так то? Так. Наверх мы тут залезем. На тот чердак. Сейчас посмотрим. Получится у нас это сделать или нет. Ага. Вот таким вот образом мы проходим и... Наверх залезли. Ну-ка. Какой-нибудь супер тайник тут нет? Даже холодильника нет? Баллоны стоят. Но толку от них никакого. Да. Супер тайников тут нет. Ладно. Ну получается что вроде все. Тут одно... Больно. Тут одно здание. И все. Да? Вокруг ходить, бродить нет смысла. Ладно. Что делать? Придется мне возвращаться назад. Все равно я хотел бы еще побегать по лесу. Поискать оленя. Ну сейчас вернусь домой. Попробую найти там в ящике. Возможно лежит... Это автомобильная фара. Или как она там называется. Эх. Ладно. Пошел. Сейчас тут еще разведу костер и отправлюсь. Так. Развел вот этот костер и получил достижение костровой. Ничего себе. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Достижение. Костровой. Ваши навыки разведения костра значительно улучшились. Теперь вы разжигаете костер на безветренной местности с первой попытки. Отлично. И еще я сейчас вообще без понятия где мы будем брать воду. Потому что вода у меня закончилась. Топить я ее больше не могу. Я вот мясо приготовил. Чтобы оно не испортилось. А с водой что делать? Как бы только если находить где-то. Но я тут уже все вроде как осмотрел. Все места. Короче дела плохи честно говоря. О. Обнаружил что кукуруза немного может жажду снизить. Ну хотя бы так. Слушайте я пришел домой. Вернулся. А здесь в ящике нет. Той фары. Только вот старые лежат. А как так-то? Ну я же находил. Где я ее потерял-то? Не понимаю. Может я ее разобрал случайно? Короче я посмотрел. Оказывается там была вот эта вот старая фара. А не та про которую я думаю. Вообще тут написано что можно ее разобрать. Я не знаю может быть если ее разобрать. То как раз тогда мы получим то что нам и надо. Ну-ка давайте попробуем. И что мы получили? Непонятно что мы получили. Канифоль что ли. Но то что нам нужно мы не получили. Ладно получается что ту фару другую. Старый фонарь или как там она называется. Мы пока не нашли. Ладно. Так. В общем я решил сейчас сбегать. Порыбачить. Потому что вот удочка у нас появилась. И смотрите вот. Если вот так вот камеру повернуть. То там появляется какой-то корабль. Вообще. Не знаю может туда попробовать сбегать. Или это опасно будет. Не знаю. Так. Ну а рыбачить наверное можно. Может быть вот тут. А может и нет. Тут лунок. Похоже нет. Может это обозначение как бы безопасной территории. А дальше лучше не идти. Я понял. Тонкий лед. Все хорошо. Тогда дальше не пойдем. Значит бежим в то место где у нас на карте обозначено. Место для ловли рыбы. И где-то там в районе тех избушек. Я помню там была лунка. Там попробуем порыбачить. По идее где-то тут. Да. Вот. Отлично. Вот она лунка. Так. Значит что мы делаем. Во-первых. Давайте тут разведем. Да ёптвою. Как так-то? Слишком ветрено. Вот здесь. Вот здесь разведем костер. Погреемся. Также я сейчас при каждом разведении костра. Выкидываю сушиться. Эти кишки. Так. Отлично. Это стоит. Разжигаем. Хорошо. Выбрасываем вот это все дело. По идее они постепенно сушатся. Потому что они уже по-разному стакаются. Может как-то чуть ближе можно. Как-то вот сюда может. Вот так. Пускай сушатся. Так. Сейчас мы тоже немного отогреемся. Посушимся. И будем пробовать ловить рыбу. Не знаю как здесь это реализовано. На что мы будем ловить. Потому что у нас только удочка есть. Ооо. Блин. Пурга началась. Значит что. По идее тут надо сначала эту лунку раздолбать. Или как. Или что. О. Отлично. Рыбачить. Так. Ага. А на что мы там рыбачим непонятно. Ну ладно. Допустим. Хорошо. Посидим. Посидим. Подождем. Конечно погодка еще та для ловли. Ну что поделать. Так. А как тут подсекать допустим. Если вдруг пойдет. Клев. Разберемся. Ну конечно здесь. В этой модификации ловли рыбы. Это чисто такая геймплейная фишка. Функция. Потому что по факту нам еды хватает. Так. Нажимайте кью. Сорвалась. Ага. Еды нам хватает. А это так. Чисто поразвлечься. Посмотреть. Я думаю мы вот один раз сейчас порыбачим. И все. Если б тут реально была нехватка еды. То тогда. Может быть. Но если была б нехватка еды. То тоже ходить сюда рыбачить. Тратить время. Тоже такое себе. Так что пускай оно будет. Наверное так как и есть. Чисто останется геймплейной фишкой. Либо на какой-нибудь может локации. Хотя наверное море только здесь у нас будет. Дальше мы идем туда. В сторону материка. В сторону суши. Море наверное здесь только у нас. Не знаю. Может на какой-нибудь локации. Где еды очень мало. Может это и пригодилось бы. Локации. Ну что. Давай ловись. Рыбка маленькая и большая. Нажимайте Y. Вы поймали. Гальян. Ух ты. Так. Ладно. Давайте еще хотя бы одно словим. Чтоб было разнообразие. Хе-хе-хе. Ага. Высушенные кишки. Так. Высушенные кишки. Орган пищеварения и выделения. Так. Сейчас надо подкинуть там уже. Сейчас закончатся у нас дрова. Ну-ка. Давайте побольше сюда. Так. Значит. Орган пищеварения и выделения. Прошедший сушку у костра. И теперь годны к использованию. В жестких условиях Крайнего Севера. Местное население использует кишки. Как материал изготовления различных предметов. Нитей, лесок и другого. И каким образом это. Ох ты, ничего себе. Срога оленя. Можно тут лечебную настойку сделать. Так. А каким образом сделать леску. Из высушенных этих кишок. Непонятно. Так. Ну вот такую вот рыбину мы поймали. Мелкая пересноводная рыба. Семейство карповых. Известны случаи успешного приручения озерного гальяна для аквариума. Речной в данный случай не подходит. С постоянной рацией может жить в аквариумах большего размера. Так как для него необходимо течение воды. Озерный гальян хорошо приносит низкий уровень кислорода в воде и ее мутность. Уровень кислорода в воде. Ее мутность. Может питаться личинками комара, небольшими мухами, крошками хлеба. Так. Понятно. И она там постепенно портится. Так что давайте добавим сюда. А, или сам по себе костер затух. Вроде там же состояние еще нормальное. Ээээ. Что ж ты. Так, ну-ка. Куда тут тогда спрятаться? Вот здесь. Сейчас тогда приготовим, пока она не испортилась. Так. Разводим. Сейчас будет тепло. Хорошо. И значит сейчас попробуем. Гальян. Ну-ка. И что у нас там получилось? Так. А получилось у нас свежая жареная рыба. Насыщение плюс 500. Один из видов еды, приготовленный на костре. В условиях нехватки животного белка. Может стать почти единственным источником оного. Так, насыщение плюс 500. А с мяса у нас насыщение 238. Да, поменьше. А тут сразу 500. Круто. Очень даже круто. Ну не знаю, что еще посидеть. Тихо. Давайте еще попробуем посидеть. Так, замерзло что ли? Нет, можно рыбачить. Ну еще немного посижу. И надо будет отправляться. Так. Поймал еще одного гальяна. Не знаю, тут другое что-то поймать можно? О, поймал Сазана. О, вот это уже что-то. Так, сейчас давайте отсюда тогда выйдем. Посмотрим на Сазана. Так, так, так. Так. Ага. Свежий Сазан. Рыба семейства Карповых. Одна из наиболее осторожных и сильных рыб, которая доставляет немало хлопот и ярких переживаний при выживании. Совершает суточные и сезонные миграции. Хорошее знание водоема и умение определить, где и когда кормится эта рыба, во многом обеспечивают успех ловли, который также сильно зависит от правильности выбора снасти и насадки. Так, 200 дает, а это дает 100. Ууу, вот это мы поймали, конечно. Хорошего товарища. Ну-ка, давайте сейчас его попробуем приготовить. Ну, сначала гальяна, поскольку раньше его поймали, он, наверное, там уже больше процентов потерял своего состояния. Поэтому сначала гальяна, потом вот этого вот сазана. Так, сазан, ну-ка. И надо же съесть, все-таки это уже три поймали рыбки, еще ни одной не съели. Так, значит, что смотрим. О, свежая рыба у нас тут 500 и 500. А, то есть она, если мы ее пожарили, то это одна и та же, как будто рыба. Просто это немного уже пострадало. А, может быть, сазана нам дается два кусочка. Наверное, да. Сазана два, а с гальяна один. Ну, ладно. В любом случае, съедаем. Это дело. Хорошо. Так, надо подкинуть дров. Сейчас я здесь еще тогда снега немного. Стоплю, натоплю. Отлично. Ну, в общем, думаю, что все. Достаточно нам рыбы. Буду, наверное, топать в сторону дома. Не знаю, вот тут эти избушки я вроде когда-то, когда тут был в прошлый раз осматривал. Но, может, еще раз осмотрю. Буду топать в сторону дома. Потом, наверное, пойду... А, ну это нам нужно прямо на противоположную сторону. Противоположный угол карты идти, чтобы добраться до дома лесника. Ну, посмотрим. Просто я бы хотел туда сходить, чтобы самогон сделать. Чтобы нам для факела он был. Так, ну и... Хотелось бы, конечно, где-то оленя отыскать. И по возможности найти тот разбитый фонарь, который нужен для крафта фонарика. Ладно, буду ходить гулять, смотреть, искать. Так, ну вот лисицу пока встретил. Оленя все никак. Слушайте, меня тут зажали. Три волка. С ума сойти. Но я вот забежал на дерево. Они, похоже, сюда попасть не могут. Да, зверя тут хватает. И, кстати говоря, волки вот постоянно тут спавнятся возле тоннеля. Или там вот, где вагоны. А вот оленя все никак я не могу встретить. Так. Набрел я, значит, на дом лесника. Ну, как набрел. Я, в принципе, сюда и шел. По пути, как обычно, немного заплутал. Так, значит, у меня тут целая куча всяких грибов. Сейчас будем... О, ты! Э! Ё-моё! Бешеная собака! Ничего себе! Как так-то? Ладно, еще минус два патрона. Так, надо разделать. Так же, думаю, перед уходом в полярной зоре нужно будет сходить на маяк. Починиться максимально, как возможно. Потому что я тут уже собрал всяких вот шкур. Плюс у меня в доме там еще тоже хранятся шкуры. Так, значит, давайте смотреть. Ага. Ну, вот, можно создать. Процесс перегонки пошел. Так. Сколько это по времени будет? Ну, как интересно. Но у нас сейчас самогона нет вообще. Потому что я тогда факел вот этот создал. И все. Мы где-то 10% чуть больше. Факелы использовали. Так, ну-ка. Опа, там бутылка даже появилась. Я не заметил сразу. Ну и получается... Вот одна бутылочка у нас уже есть. Хорошо. Давайте попробуем еще. Сейчас я здесь разведу. Так, подкину сначала сюда дров. Разведу эту буржуйку. Такс, ну-ка. Сейчас. Будет тепло. Так, это дело развели. Теперь можем немного потопить снега. Отлично. Вода есть. И... А, необходим уголь. А-а-а. Понятно. Понятно. То есть тут какое-то количество угля, наверное, было. А сейчас уже вообще ничего нет. Понятно. Ладно. Но у меня с собой угля вроде как не было. Если я ничего не путаю. Потому что я тогда весь уголь потратил на буржуйку. Но сейчас тратить его ни на это дело, ни на буржуйку не хочу. Потому что уголь нам пригодится для фильтров. Ладно. Ну хотя бы тогда одна бутылка у нас имеется. Хоть что-то. Хоть что-то. Ну что, буду тогда возвращаться обратно в сторону дома. По пути еще... Поищу оленя. Потому что где-то в районе ЖД... Он должен бегать. В теории. Но если нет, то нет. Ну и не знаю. Тут... Может еще пошарюсь. По домам. Может я что-то не нашел. Где-то же эта фара... Точнее, разбитый этот фонарь должен быть. Чтобы фонарик изготовить. Так что буду искать. Так. Оленя пока не нашел. Зато нашел зайца. Но честно говоря, зайц... Зайц. Нам вроде как особо-то и не нужен. Я наверное поэкономлю патроны. Потому что... По сути, зайца наверное только мясо будет. А так шкуры мы из лисиц и волков берем. А зайца наверное только мясо даст. Так что даже не буду тратить патроны на него. Я тебя нашел. Я тебя нашел. Только вот... Их тут два! Или один. Или у меня уже двоится в глазах. Подождите. Один там, один там. Ё-моё. Так. Только я вот... Его спугнул. Надо было поближе подобраться. Но кто ж знал. Их два! С ума сойти! Так. А как теперь к ним так подобраться поближе? Так. Так. Ребята. Ребята. Ну с такого расстояния я не знаю. Там я какой-то урон наношу. И попадаю или вообще. Непонятно. Ну ничего. Сейчас попробуем. Сейчас что-то попробуем. Но блин. Как подобраться к ним? Так. А тут, кстати говоря, где-то волк. Стоп. Третий? Или это один и тот же? Нет. Три? Слушайте. Да. То оленей вообще не было. То три. Это вообще как? Я тут сейчас околею. С этой охотой. Давайте. Сейчас согреемся. И все-таки их надо догнать. Но в теории далеко идти они не должны. Я, пожалуй, все-таки согреюсь. Потому что здоровье и состояние превыше всего. Олени оленями. А тепло по расписанию. Так что согреваемся. Надеюсь, они далеко не ушли. По крайней мере, один там бродил. Да. Он там... Может, он там застрял? Я не знаю. Может, его и будет легче завалить. Но просто тех я уже ранил. Вот. Не знаю. Не знаю. И как бы, с другой стороны, не хотелось бы мне тратить все патроны. Потому что неизвестно, что нас ждет впереди, когда мы найдем следующие патроны и какое-нибудь оружие. А патронов у меня уже не так-то и много. Так что... Ну, сейчас посмотрим. Сейчас чего-нибудь придумаем. Так. Что-то как-то совсем не хочет отогреваться наш главный герой. Но я думаю, уже пора бежать. Потому что олени долго ждать не будут. Но это тот, по которому я не стрелял. А вот там вот сидит тот, который... Возможно, ранен. Но непонятно. Ладно, я, наверное, пойду все-таки за тем, потому что я под тем уже стрелял ребятам. И, может быть, даже как-то раз и попал. Так, хлопцы. Спокойно. Не знаю, я вообще какой-то урон наношу банем, нет? Слушайте, патроны перевожу просто. Просто перевожу патроны. Так, ребята, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас подберемся поближе. Так, ну-ка. Блин, ну все равно они уходят. Все равно уходят. И как их догнать, я не знаю. Стреляй, не стреляй. Ходят и ходят, проваливаются. Не понимаю. Как с ними быть? О, один упал. Отлично. Может, второго тогда завалим? Потому что он тоже должен быть ранен. Сколько у меня патронов? Один патрон и пять, по идее. А, понятно. Наверное, тогда не буду. Потому что, конечно, хорошо бы, но... Дела у нас с патронами не очень. Так, ладно. Пока тогда живи. Сейчас надо этого разделать. Он же куда-то тут свалился. Так. Ладно. Так, где наш олень? Йо-моё. Куда-то... Куда-то сполз. Так. У меня там есть шповник. Давайте выпьем. И... Блин, надо найти. Как так-то? Куда он сполз-то? Где-то что-то должен лежать. Так. Вот он, похоже, да? Вот он, только я уже замерзаю. Так. Мясо оленя пять. Рог оленя четыре. Шкура оленя. Свежие кишки. Отлично. Теперь быстро спускаемся. Быстро спускаемся. Разводим костер. И... Бежим... Куда? Эээ... Бежим... Ну что за такое? Эээ... Вот надо же вот тебе вот сейчас меня сжрать. Ну вот... Вот что ты... Эээ... Тоже мне. Так, ладно. Давайте. Давай же. Ну как раз музыка хорошая. Началась. Все будет хорошо. Все будет отлично. Сейчас отогреемся. Решил погромче сделать. Так. Ну вот. Уже получше. Значит, там у нас риск развития инфекции, да? Обезразить рано с помощью самогона или повязки с самхом. Так. Повязку с самхом, конечно же. Сейчас мы будем сооружать. Сооружать. Да. Повязка сначала обычная. И затем повязка с самхом. Так. Хорошо. Где она? Вот она. Повязка с самхом. Все. Риск развития инфекции вылечен. Замечательно. Сейчас еще немного погреемся. Разделаем волка. Пойду я в сторону дома, наверное. Или надо на записи посмотреть. Я не помню, что там нужно для создания этого рюкзака. Сейчас я посмотрю на записи. Может, если у меня все с собой есть, так мы сразу пойдем на лесопилку. Хотя 50 килограмм загрузка. Такое себе. Вот они, рога оленя. Ёма, по полтора килограмма почти каждый весит. Симметричные костные образования. Значит, используется человеком для изготовления орудий труда, оружия, украшений и игрушек. А также лекарственных снадобий. Да, у нас есть лечебная настойка. В принципе, можно уже сделать даже. Сразу. Ну а с толку-то лечебная настойка. Это, наверное, типа аптечки что-то будет. Не знаю. Стоит ли тратить единственную бутылку самогона на это? Ну, посмотрим. Самое главное, что у нас теперь шкура оленей есть. Используется на швейной машинке. А, да, на швейной машинке тоже можно использовать. Ну и там, на тисках, как-то тоже, наверное, можно использовать. Ладно. Один олень убежал, но я уже не стал тратить патроны. Потому что если мы сейчас еще одного застрелим, получим, допустим, еще одну шкуру. То патронов уже, чтобы отбиваться от волков, у нас не будет. И тогда будет все печально. Итак, значит, как обстоят дела? Это уже следующий день. Вот сейчас 7 утра. Я сбегал домой. Там поспал. Также взял некоторые вещи, которые нам пригодятся сейчас для крафта. Также у меня там лежала полностью убитая мосинка, которую я нашел, по-моему, в третьей серии или какой. В доме на шкафах. Я ее не разряжал. Там оказалось 5 патронов. Вот они. Плюс еще здесь у меня было 3. Итого 8 патронов у нас сейчас есть. Так. Давайте, значит, займемся крафтом. Получается, что для того, чтобы сделать рюкзак, нам нужна рыболовная леска. Для того, чтобы сделать рыболовную леску, нам нужны высушенные кишки. Они у нас есть. Так что можем создавать. Хорошо. И вроде как все. Мы готовы. Да? Создаем рюкзак. Сейчас посмотрим, что это такое. И как оно нам поможет. Так. Рюкзак. Рюкзак из прочного материала способен выдержать самые суровые погодные условия. Использовать и... И что? Переносимый вес по-прежнему 40 килограмм. А, это типа тайник. Ё-моё. Я думал, что это будет рюкзак какой-то дополнительный к нашему, может быть. И можно будет с собой таскать больше вещей. А это тайник. А, и мы, то есть, сюда выложили вещи в этот тайник. И всё. И теперь его забрать нельзя никак? Или если, допустим... Ага, вот так вот забирается. Хорошо. Ну ладно, пускай будет. Если что, можно будет часть из хаба разбросить. То есть, в принципе, пойдёт. Так, я ещё зачем-то ходил домой, чтобы сделать... Так, наверное, я зря вообще ходил домой. Можно было сразу идти сюда. Потому что что-то мне показалось, что нам нужен металлолом для чего-то. Для крючка. Но, по сути, удочка у нас уже есть. Спальный мешок не надо. Рюкзак уже не надо. Леска. Ну, я не знаю, давайте сделаем. Пускай будет, на всякий случай. Можно даже две сделать. Мало ли, для чего-то пригодится. Потому что кишки мы всегда высушим. А вот леску... Неизвестно. Найдём где или нет. Так. Да, получается, надо было идти сразу сюда. Но мы там спать сильно хотели. Так что ладно, я сходил домой. Поспал. Ну и вроде как всё. Вроде как всё. Да, фонарь. К сожалению, разбитый фонарь я так и не нашёл. Но, ещё не всё потеряно. Потому что я сейчас с собой взял... Так, у меня там ещё костёр горит. Взял целую кучу шкур. Ну да, может быть я и за ними ходил. Я просто уже забыл, чё я конкретно зачем ходил домой. Но можно было их и не брать. Сразу сюда пойти, а потом вернуться. Ну ладно, неважно. Уже как сделал, так сделал. Значит, сейчас отогреюсь. И с вот этой целой кучей шкур... Тут восемь шкур волка, три лисы. Пойду в сторону маяка. Обследую там в районе маяка ещё раз более детально корабли. Может я же там что-то пропустил. Может там всё-таки найду этот фонарь разбитый. Отремонтирую одежду по максимуму. Подготовлюсь, в общем. И можно будет уже в начале следующей серии, я думаю, отправляться в сторону полярных зорь. А может быть даже... Давайте уже сейчас закончим эту часть. А продолжим в следующей. Продолжим уже где-нибудь в районе маяка. Или может если я там что-нибудь найду полезное. В этих кораблях. Ещё метель началась. Да, конечно, погодка ещё та. Ладно, давайте, наверное, действительно на этом пока закончим. Продолжу уже я в следующей серии. Так что всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok